Зимний сад с фонтаном и специальные подъемники для инвалидов. В Чебоксарах появится новая школа, в которой будут вместе учиться здоровые ребята и те, чьи физические возможности ограничены. Проект такого учебного заведения был представлен на рассмотрение градостроительного совета столицы. Если детские сады в Чебоксарах сейчас активно строятся, то школ не возводили уже много лет. Последней была пятая гимназия. Новое учебное заведение должно появиться в микрорайоне по улице Гладкова. Правда, место под него нашли не самое удачное. С одной стороны школу прижимают жилые дома, а с другой лес и овраг. К тому же рельеф местности очень сложный. Прежде чем вынести проект на суд градостроительного совета, авторы шесть раз его переделывали. Приступая к проектированию данного объекта, получив результаты инженерно-геогенезических изысканий, абсолютные отметки на данном участке колеблются от 130 до 140. Перепад составляет в некоторых местах от 6 до 10 метров. Поэтому наша задача была максимально использовать территорию. И в соответствии с этим у нас получились вот такие вот зоны для отдыха под навесом. Кроме этого, в школе на 1100 учебных мест предполагается зимний сад, большой экран на фасаде здания, актовый и два спортивных зала, бассейн, учебные мастерские, помещения для группы продленного дня со спальными местами для младшеклассников, отдельно стадион и площадки для изучения правил дорожного движения. Так как целью проекта было совместить обучение здоровых детей с теми, чьи физические возможности ограничены, архитекторы предусмотрели один подъемник на улице и четыре внутри школы, заложили необходимую для колясочников ширину коридоров и дверных проемов. Также комплекс из четырех зданий оборудовали теплыми переходами. Сметная стоимость проекта – 689 миллионов рублей. Но к жадростроительному совету этот вариант решительно не понравился. В первую очередь тем, что школу повернули спиной к микрорайону. Это меня больше всего смущает, потому что концентрация главного входа в маленький дворик и заложенное пространство эвакуации, и насколько это рассчитывается вплоть до минуты метров эвакуационных путей. Также появились и другие вопросы. Где родители будут парковать свои машины? Насколько сильной будет теплопотеря зданий при таком расположении? Конечно, на сложной маленькой территории архитекторам нужно было умудриться разместить все в соответствии с требованиями Санпина. Напоминаю мультик, когда из одной шкуры шьют несколько, там, 10 шапок, да? Можем шить 10 шапок, ничего страшного. Но это будут никому не нужные шапки. Совет решил отправить проект на доработку. И тут выяснилось, что сметная документация уже проходит экспертизу. Разрожающий фактор, что проект уже на экспертизе. Если администрация возьмет на себя ответственность тот проект, то зачем мы вообще нужны здесь? Мы ничем вам помочь, что не можем тогда. Зато градостроительный совет в силах исправить другой проект. На заседании активно обсуждали реконструкцию музыкального училища и возведение пристроя к нему. После закрытия лицея интерната имени Лебедева было принято решение соединить его с училищем. Задачей этого проекта было разместить школу-интернат для одаренных детей, общеобразовательную школу, школу-искус. В результате перепланировки и реконструкции мы получаем спальный корпус на 150 человек, два блока общеобразовательной школы, существующий спортзал реконструируется столовая. А вот на месте концертного зала предполагается школа искусств и спортзал. Само здание училища трогать не будут, планируется лишь обновить его фасад. После реконструкции число учащихся можно будет увеличить до 350. Сметная стоимость этого проекта – 387 миллионов рублей. Членам совета опять же не понравилось расположение учебных зданий лицея-интерната, но представитель заказчика Министерства культуры согласился с архитектором, что это самый оптимальный вариант строительства. Ирина Ромадова, Игорь Ульянов, Вести Чебоксары.